Иран готов к переговорам с США при условии, что Вашингтон отменит санкции и вернется к ядерной сделке 2015 года. Продолжение следует... Прокомментировал данное заявление и отметил, что это тоже предложение, которое Рухани делал ранее Джону Керри и Бараку Обами. Ранее в администрации президента США Дональда Трампа сказали, что открыты для переговоров с Ираном по вопросам ядерной безопасности. Однако официальный Тегеран заявил, что будет вести переговоры лишь при условии, что Ирану будет разрешено экспортировать столько же нефти, сколько до выхода США из ядерной сделки. Тем не менее, многие специалисты считают, что руководство США не заинтересовано в обострении отношений с режимом Айтоу. На днях Соединенных Штатов предоставили министру иностранных дел Ирана Мухаммаду Зарифу американскую визу для встреч в ООН. Однако передвижения иранского министра во время визита в США будут ограничены районом местонахождения Организаций Объединенных Наций. Новости израильской политики. Ганс и Лапид начинают свою предвыборную кампанию с заявления о возможном слиятии с партией Ликуд. По сообщениям израильских СМИ, лидер блока Кахоль-Лаван Бенни Ганс встретился с молодыми активистами партии Ликуд перед предстоящими выборами. Так же, как и после апрельских выборов, когда в Кахоль-Лаван выражали возможность войти в коалицию с Ликудом, в случае, если кресло премьер-министра займет не Натаньяо, а кто-то другой, так и сейчас слияние блока бело-голубых с Ликудом не такая уж невероятная возможность. Тем не менее, такое слияние возможно лишь при том условии, что Бенемин Натаньяо не будет избран премьер-министром на очередной срок. Яир Лапид, в свою очередь, выразил возможность создания правительства национального единства вместе с Ликудом при условии, что Бенемин Натаньяо, обвинение против которого до сих пор не снято, сойдет с политической сцены. Глава правительства, тем не менее, не собирается уступать и продолжает подчеркивать в своих заявлениях, что невиновен в тех преступлениях, в которых его обвиняют. По другим новостям. Продолжается скандал, вызванный словами министра просвещения Равина Рафи Переца по поводу процедуры по смене сексуальной ориентации для юных геев и лесбиянок. Перец опубликовал вчера объяснение, что он вовсе не считает обязательным изменение сексуальной ориентации, а также выразил желание встретиться с учителями из ЛГБТ-сообщества. Заявление Переца вызвало волну критики и возмущения как со стороны левых, так и правых партий, а также общественных организаций, которые потребовали немедленного увольнения Рафи Переца с поста министра просвещения. Премьер-министр Израиля Бенемин Натаньяо и министр юстиции Амиру Хана резко осудили заявление Переца, сказав, что оно неприемлемо и не выражает позиции правительства. Глава партии Айамина Хадаш Нафтали Беннетт, являющийся коллегой Переца в правом лагере, также выразил свое осуждение, сказав, что израильское общество состоит из различных оттенков и что не надо никого исправлять. Вчера в Тель-Авиве прошла акция протеста, участники которой потребовали отправить министра просвещения в отставку. Сам же Рафи Перец написал на своей странице в Фейсбуке, что те, кто призывают к его увольнению, просто не посмотрели интервью, которое он дал 12-му каналу израильского телевидения, и что его слова были неправильно поняты. По словам Переца, это было первое развернутое интервью, когда он сидел перед телевизионными камерами 3 часа, из которых показали только 10 минут, дав заголовок, извращающие его слова и не отражающие действительности. Это пока все на данный момент. Смотрите нас на нашей странице в Фейсбук и Твиттер. Меня зовут Соня Городейская. Я с вами на АЛТВ.